Ничего с тех пор не произошло, товарчики мы уходим. Без рекламы ничего не продается. Попробовала разные рекламные инструменты, которые Озон предлагает. Назначаешь какую-то ставку за то, что товар этот продвигается в поиске. Мы подключили ФБС. Всем привет, меня зовут Даша Зарыковская, и наконец-то я в офисе компании Момкупи в Питере. Ура! Господи, какое счастье! Я сняла влог о том, как я летела из Кипра в Питер, и сколько это у меня заняло дней. И один почти пропущенный самолет, и другой пропущенный самолет, отложенные рейсы. И, короче, это будет увлекательное зрелище. Давайте верим в Артура, чтобы он смонтировал это все побыстрее, качественнее, замечательнее. И насладимся влогом. А сегодня я, наконец-то, с хорошей камерой, с хорошим звуком, с хорошим светом. Так что я надеюсь, вы превентивно поставите мне лайки, напишите комментарии, как вам нравится смотреть мои видео, потому что это то, что мотивирует меня снимать. Прежде чем мы приступим к основной теме ролика, я бы хотела вас попросить подписаться на мой Телеграм-канал. Это сейчас моя основная соцсеть. Я туда регулярно выкладываю формат и Твиттера, и Инстаграма, все, что со мной происходит. Там и тексты, и фотки, и полезные советы, и всякие интересные наблюдения мои, всякие штучки, дрючки. Короче, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я вас там всех жду. И будем с вами общаться. Там есть еще чатик, и можно вступить в чат и общаться там постоянно со мной и со всеми. И такое вот у нас будет комьюнити. А сегодня я бы хотела в очередной раз поговорить про маркетплейсы и обсудить в формате такого как бы свободного общения способы, инструменты продвижения на них, которые я попробовала в последнее время, и в которые как бы я верю, и на которые делаю ставку. Ну, вы вообще знаете, что я делаю ставки на маркетплейсы в своем бизнесе, потому что я с трудом себе представляю розничную торговлю сейчас без них. А если вы все еще интернет-магазин или оффлайн-магазин, который представлен только на своем интернет-магазине, то срочно как-то исправляйте это, потому что вы теряете деньги. Рынок некоммерс очень сильно изменился после пандемии и текущего кризиса, и покупатель больше не готов шариться по отдельным интернет-магазинам, изучать их логику, там ждать доставку, платить за доставку. Поэтому, если вы собираетесь дальше развиваться в розничной торговле, вам обязательно нужно выходить на маркетплейсы. В поисках способа, как обойти кучу рутинной работы, нашла такую платформу, как InSales. В InSales есть интеграция с Valveris, Ozone, AliExpress, Avito, ВКонтактовскими товарами, в общем, всеми инструментами продаж, и вы можете управлять ими из одного окна, можете подсортировывать остатки, синхронизировать остатки, смотреть по всем площадкам, сколько где чего у вас лежит, можете проводить аналитику и вообще в целом автоматизировать и оптимизировать работу с маркетплейсами. В InSales вы сможете управлять всем вот этим добром из приложения, из любой точки мира, что очень удобно. После регистрации вы получаете полноценный работающий магазин на маркетплейсах, вам нужно только загрузить свои товары и начать торговать. У InSales есть бесплатный тариф, который поможет вам с комфортом протестировать работу сервиса, и это не какой-то пробный период, этот тариф бесплатный навсегда. В общем, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании и давайте торговать! В общем, мы с вами остановились на том моменте, что Valveris украл у меня 400 тысяч рублей, и мы отправили досудебную претензию. Ничего с тех пор не произошло. 14 июля истекает срок ответа на эту досудебную претензию, и, соответственно, если мы его не увидим, то мы будем подавать в суд. О том, как я буду судиться с Valveris, я вам обязательно расскажу. И, как я уже говорила, я осталась в этом достаточно сложном решении, типа, и что мне дальше делать? Вот у меня украли 400 тысяч, по идее, нужно обидеться, обидеться забрать свои манатки оттуда и сказать, товарчики, мы уходим, короче, и унести их на Озон, но Valveris конвертит, он несет мне продажи, и я работаю с партнерами, которые оптом у меня покупают продукцию и продают ее также на Valveris. Соответственно, я не могу себе позволить просто уйти оттуда. Возможно, если бы мои товары были представлены только на Озоне, у покупателя не было бы выбора, и он бы делал выбор в пользу покупки на Озоне. Но пока кажется, что все-таки выбор в пользу Valveris делают люди, у которых как будто бы нет возможности покупать на Озоне. Возможно, у них нету там, в их регионах нету пунктов выдачи, или им так, ну, чисто технически удобнее. В общем, пока я остаюсь на Valveris, и да, я снижала для себя какую-то рекламную активность, связанную с Valveris чисто от обиды. Но на самом деле нужно, скорее всего, стиснуть зубы и продолжить продвигаться и там тоже. В общем, пока я была обижена в течение этого месяца на Valveris, я решила максимально сосредоточиться на Озоне, попробовала разные рекламные инструменты, которые Озон предлагает, и сейчас я про них вам расскажу. Два главных рекламных раздела существуют у Озона. Первое – это продвижение в поиске, где ты просто берешь товар, назначаешь какую-то ставку за то, что товар этот продвигается в поиске, и если продажа этого товара была совершена из поиска, то есть если пользователь зашел и набрал шевроны, по этому запросу нашел наш шеврон и сделал покупку, то только после продажи Озон снимает с нас эту ставку, которую мы самостоятельно назначили. Мы закинули туда все товары, с нас регулярно что-то списывается, но самый главный вопрос, который у меня остался – не продает ли Озон за нашу же комиссию, за нашу ставку товары нашим же покупателям, которые бы и так эту покупку совершили. То есть сложно оценить поведение пользователя. Если это был какой-то совершенно случайный человек, который зашел на Озон и такой «хотелось бы мне купить какой-то шеврон». И он вбивает в поиски шевроны, видит наш прекрасный шеврон со светофором и такой «да, это я хочу сегодня купить». Тогда имеет смысл платить эту комиссию Озону за продвижение в поиске. Но если это наш покупатель, который увидел у меня в Телеграм-канале, соответственно, не совсем понятно, нужен нам этот инструмент или нет. Нужно проводить ОБ-тестирование, то есть нужно включать на время и смотреть продажи, потом выключать и смотреть продажи. И пока как бы непонятно мне, имеет ли это какой-то смысл. Более интересное – это, конечно, продвижение в категории и продвижение в карточке товара. Ты, опять же, назначаешь ставку за продвижение твоего товара в какой-то ключевой категории, например, в категории «шеврон» или в категории «нашивки», «патчи» и так далее. За какие-то там достаточно приемлемые деньги лично мои товары выводились на первые места по ключевому запросу и висели там прекрасненько. Нихуй мне это не принесло. То есть у меня достаточно специфические товары для того, чтобы человек из поиска просто их увидел и захотел их купить. К тому же мои товары обычно намного дороже, чем остальные в этой категории. Соответственно, я продаю эти вещи не потому, что люди хотят какие-то базовые вопросы свои закрыть. То есть я продаю футболки не потому, что человек одеться хочется ему, а потому что они прикольные, эти футболки, или имеют какой-то смысл, или имеют какую-то историю, отношение к какой-то медианной личности. Соответственно, просто из поиска они особо как бы не продаются. Я выдвигала там на первые места шевроны, напульсники, пеналы, и ни по какой из этих категорий не было каких-то замечательных продаж, которые бы меня порадовали, и я такая, да, это того стоит. Кому это может подойти? Это может подойти, если ваш товар это действительно то, что ищут люди, которые вбивают кучевой запрос. Например, люди, которые вбивают кучевой запрос шеврон, как я представляю, во многом ищут себе нашивку с буквой Z, или с российским флагом, или что-то такое. Или они ищут что-то, чем можно действительно закрыть дырку какую-то, или пятно на одежде. То есть это не те люди, которые, «Хотелось бы мне прикупить прикольных шевронов, поищу прикольные шевроны» и ищут их в поиске. Продвижение в спонсорском товаре, когда ты открываешь какую-то карточку товара, шеврон, там под ним еще три батареи таких продвигающихся спонсорских товаров. Это мне вообще не понравилось. То есть, мне кажется, по психологии человека так не работает, что он там будет... Вы должны продвигаться в карточке товара, который действительно является, как бы, похожим на ваш. Потому что, как мне кажется, если человек ищет шеврон с буквой Z, а там внутри у него продвигается наш кринжовник, то ему кринжовник этот по боку, как бы он не будет на него кликать и переходить. Я это просто еще рассказываю к тому, что обычно, когда смотришь все видосы про маркетплейсы, про то, как на них продавать, делается огромный акцент на то, что нужно выводить карточку в топ, что нужно применить вообще все, что вы знаете, все большие силы и навыки для того, чтобы у вас эта карточка была на первом месте. Ни хера, не то, чтобы карточка на первом месте приносит какие-то невероятные бенефиты. Конечно, хорошая карточка лучше конвертит. Типа, если у вас там высокие отзывы в большом количестве, если у вас хорошие фотографии, если там много покупок на этой карточке, если она, так сказать, прогрета, конечно, она будет продавать лучше. Но не факт, что она будет продавать, потому что в поиске ваш товар светится на первом месте. Как бы не это ключевое. Ключевое, чтобы ваш товар был тем, что человек ищет, и что он себе представляет в голове, когда он хочет какую-то покупку совершить. Поэтому для меня, конечно, лучше всего работает реклама просто у блогеров. И я говорю сейчас не про мерч, чей это именно, а вот конкретно шевроны. Я просто ищу себе каких-нибудь микроселебрити, у которых я покупаю посты в Телеграме или в Твиттере. И это работает супер замечательно. То есть это работает как личная рекомендация. Люди действительно вовлечены в этот рекламный пост. То есть они действительно смотрят, что это такое. И, соответственно, совершают покупки. Что мне подходит. Вообще, в целом, про шевроны могу вам рассказать. Я хочу продавать тысячу шевронов в месяц. Я не знаю, что мне прям упало сильно ими заниматься. Я просто поняла, что тайное знание мне открылось. Короче, без рекламы ничего не продается. И пока вы активно не занимаетесь каким-то конкретным товаром, пока вы не посвящаете ему все свое время, все свое внимание, вы не следите. Ну, то есть, как бы, вы должны быть очень-очень вовлечены в продукт, который вы продаете, для того, чтобы он действительно продавался. И поэтому у меня, собственно, с шевронами получается. Я как бы... Мы еще немного выпустили дизайнов, потому что у нас ограничения есть по выпуску. У нас всего две вышивальные машины. Мне разрешили занимать только одну из них. Короче, мне не дают на обеих машинах вышивать шевроны. И пределы у этой вышивальной машины где-то полторы тысячи штук. И типа тысячу я собираюсь продавать. Соответственно, я еще не очень сильно много чего нарисовала. Но те дизайны, которые есть, они в целом неплохо продаются, потому что я очень-очень сосредоточена на этом. То есть у меня так не получается, что ты что-то там выпустил, и оно продается просто потому, что оно прикольное. Типа нет, так не работает. В противопоставлении моим шевронам у меня есть такой товар, как фляги, с которым всю жизнь мы мучаемся. И они всю жизнь дорогие очень. То есть они очень дорого производятся. Их нельзя много произвести. И их нету. Мне не устраивают заготовки. Мне не устраивают метод нанесения принта на эту флягу. И все, блядь, с ними не складывается. Никто их не продвигает специально, как товар или как категорию товаров. Никто прям типа супер внимательно к ним не относится. И вот они иногда, когда сложились звезды, иногда существуют эти фляги. Но пока я сама, например, в них супер сильно не поверю и не решу, что вот, фляги, блядь, надо мне продавать. Пиздец, как сильно. Не будет с ними ничего хорошего происходить. Вот, занимаюсь еще всякими инфографиками и оформлениями карточек на Озоне. Стараюсь считать, опять же, психологию покупателя, на что он обращает внимание и какие фотографии для него раскрывают свойства товара, какие нет. Просто когда мы со своей стороны работаем как бы в этом потоке выставления товаров на маркетплейсе, короче, не всегда ты задумываешься над тем, понятно ли в целом, что ты там продаешь. Вот мы запускаем сейчас наклейку на автомобиль. У нас есть фотографии Асафьева. У нас есть фотография, где эта наклейка запакована в... Ну, как она товаром приедет человеку. То есть это просто нанесенная на монтажной пленке печать, засунутая в боб-пакет с подложкой сзади. По вот такой фотографии вообще поймешь, что это такое, какое, что, кого. И сначала хотели так выставить. Я говорю, нет, давайте выставим, пожалуйста, прилепленную ее на автомобиле. Мне дают фотку, там просто кусок стекла заднего, на котором прилеплена эта наклейка. Опять непонятно, ничего. Я говорю, да должно быть видно, что это автомобиль, должен быть кусок машины. Ну, типа что... Тогда только человек воспринимает масштаб этой наклейки, где она наклеена, для чего она нужна. И только тогда он сможет понять, что ему как бы нужен этот товар. И просто когда есть вот эта система постоянной публикации, и нету человека, который бы отвечал за то, чтобы как товар позиционируется вообще, типа как он воспринимается. Те же шевроны, они когда выставлены просто фоткой шеврончика на белом фоне, ну, тоже непонятно, что это. Это наклейка, он на липучке, его пришивать надо. Что, какого он размера, чего, как. Вот мы добавили инфографику на эти товары, написали, что он там приклеивается утюгом, и написали размеры каждого шеврона. И, в общем, стараемся как бы найти то позиционирование, которое поможет продавать. Работаем над SEO-оптимизацией карточек еще. Смотрим, какие заполнения каких полей влияют на выдачу этой карточки и на поиск по ключевым запросам. Стараемся, чтобы, если человек конкретную вещь ищет, чтобы она ему хотя бы находилась. Тоже это все загадка дыры. Блядь, на Wildberries вообще очень сложно с этим всем. Wildberries не дает тебе адекватно редактировать карточку товара, вставлять длинные названия, изменения вносить. Непонятно, какие он цепляет слова для выдачи в поиске, какие не цепляет. Все очень интересно, в общем, с этим. Мы подключили ФБС на Озоне, потому что мои шевроны, блядь, шевроны, мои шевроны. Короче, мои шевроны падают sold out, и потом нужно ждать неделю, пока они доедут до склада Озона. И я сижу и все это время напрягаюсь. Короче, одним прекрасным днем мы психанули и включили продажу со своего склада, что оказалось совсем не страшно и не больно, а очень даже интересно и приятно. Единственное, что это, наверное, не очень выгодно для мелочевки, для всякой, для товаров до 500 рублей, потому что стоимость забора курьерского очень высокая. Но мы собираемся две эти системы комбинировать. Мы собираемся и так, и так торговать. И тем самым мы постараемся избежать отсутствия товаров на остатке. И, надеюсь, это поможет мне лучше продавать вещи. Система ФБС вообще работает в целом как бы прикольно. Мы там все синхронизировали со своим складом. И каждый день приезжает курьер Озона и забирает наши упакованные посылки и увозит их в неизвестность. Приколяндр. Как я понимаю, на Вайлдберс это работает чуть хуже и сложнее. И ты обязуешься самостоятельно отгрузить проданные по ФБС товары куда-то. Видимо, на склад Вайлдберсовский. То есть нет вот этого удобства. Есть удобства, связанные с тем, что ты на сами склады Вайлдберсовские не возишь товары, соответственно, они там вещи твои не теряют. Но как выстроить вот эту систему дальше? Мы будем, в общем, с этим работать и тоже это будем изучать. Для того, чтобы с этим всем работать и это все изучать, и работать с разными аналитическими программами, системами, Excel-скими табличками, карточками, тыры-пыры, нам нужен, блин, маркетплейсер. У нас есть отдел, но мы его хотим доработать, видоизменить, расширить и так далее. Поэтому у нас открыта вакансия маркетплейсера. Если вам очень это все сильно... Блин, короче, если вы очень любите продавать, так как я это люблю, если вам прям интересно, чтобы вот росли, росли статистики, графики ползли вверх, то, пожалуйста, откликайтесь на нашу вакансию, приходите к нам работать, мы вам дадим процент с продаж, будет все очень здорово, замечательно, интересно. Все будем зарабатывать миллион денег. И на этом у меня все. Если вы хотите поделиться какими-то своими лайфхаками, инсайдами и способами продвижения на маркетплейсах, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравился ролик, пишите в комментариях. Если вам ролик не понравился, тоже напишите в комментариях. Обязательно ставьте лайки, ждите мой влог о том, как я летела 700 тысяч часов и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем пока!